Росрезерв обозначается специальными ценниками, они в формате российского флага красивые такие ценники и висит большая табличка, что это социальный продукт. Первая цена социально значимые товары, красивая красная табличка, она больших размеров вешается над полками, где продается. Почему убрали? Убрали, потому что дикий ажиотаж, люди приходят в очереди, встают, они дежурят посменно, бабушка стоит пару часов, потом приходит дедушка, они ждут, они думают почему-то, что мы их обманываем, что у нас есть Росрезерв, но мы не раздаем его. На самом деле его действительно нет, если бы он был, мы бы его вывезли. У нас даже приемка товара приходила, привозят, когда с РЦ у нас привозятся машины с поддонами, то есть они конкретно разгружают, вот одна фура, допустим, она забита конкретно поддонами с тушенкой, чтобы нам было проще принимать, намного быстрее это делать. Вывозят поддон на зону приемки, они его просматривают, просчитывают, вскрывают только верхнюю часть, буквально, то есть не столько оперативно. Прием занимает ровно одну минуту, одному поддона одну минуту. Тут же все, это пока общая цифра вводится, ее уже вывозят в торговый зал, уже этот поддон выставляется. Но, если честно, вот по опыту Самбилина Шкотова поддон с тушенкой разлетелся за 17 секунд. Предполагалось, да, то есть определенная площадь, достаточно больших размеров относительно магазина, на которые там будут выставлены поддоны, то есть мы даже не стали это выкладывать там в основном месте продажи, да, на полках, в этом нет смысла никакого. Потому что, ну, как правило, люди там меньше пяти банок, да, в среднем они не берут, с запасом что-то. Вот, и поэтому было проще всегда выставлять это поддонами, то есть чтобы были коробки, мы вскрываем коробки людям, чтобы было оперативно, удобно набирать. Но почему-то люди создали такой ажиотаж, да, то есть они пришли, они почему-то посчитали, что это последняя вот, наверное, в мире самая вкусная еда и что ее нужно сейчас и здесь взять. Ну, вот к десятому числу, да, мы, конечно, надеемся, что люди сейчас немножко успокоятся, да, и придут, потому что мы доносили уже неоднократно через разные СМИ, да, что товара очень много и успокойтесь, его хватит всем и он будет идти еще в течение нескольких месяцев. Вот, надеемся, что люди немножко поспокойнее сейчас к этому будут относиться, спокойнее приходить покупать себе в удовольствие, да, они, не знаю, в ущерб своему здоровью и все остальное. Вот. Ну, конечно, ждем, ждем, что будет опять напряженная обстановка, что будут напады людей, что может быть кому-то становиться не очень хорошо, потому что люди в возрасте приходят, а когда идет давка, идет толкучка, случается разное, там, и давление, и все что угодно. Вот. Я не знаю, как вариант, мы, конечно, думаем о том, чтобы, да, быть на связи вот с ближайшими, медицинскими какими-то учреждениями, потому что, ну, если вдруг кому-то станет плохо, нам нужно будет аптечки на готове почти в раскрытом виде, вот, поэтому, ну, охрана, охрана у нас, да, у нас работает в усиленном режиме и тогда в том числе она работала, потому что вывоз поддонов сопровождался именно охранникам, потому что невозможно было довести, люди прямо возле зоны приемки достигали эти поддоны, рвали эту пленку, ну, то есть люди даже до места, где должна быть выкладка, он даже не доезжал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова